МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости 24 на ННТ с последними событиями на этот час в студии Махач Курбанов. Небольшой анонс о том, что вы увидите сегодня в нашем выпуске. Путин и Эрдоган подвели итоги переговора в Сочи. Прямой потомок пророка Мухаммада, мир ему и благословение, Мухаммад Абдул-Али Айдарус, встретился с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. В Махачкале в школе номер 13 стартовал 26-й муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2018». В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Раджепа Таипа Эрдогана. Лидеры обсудили урегулирование конфликтов в Сирии и развитие двусторонних отношений. По итогам переговоров главы государства ответили на вопросы журналистов. Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что наши отношения практически восстановлены в полном объеме. Это подтверждает и растущий товарооборот. За 9 месяцев текущего года рост составил 36%. Есть все основания полагать, что нам удастся полностью компенсировать прошлогодний спад. Такой прогресс во многом связан с последовательным снятием взаимных торговых барьеров ограничений. Наряду с политическим диалогом можно сказать, что экономические наши отношения вышли уже на высокий уровень. Прямой потомок пророка Мухаммада, мир ему и благословение, Мухаммад Абдулла Аль-Айдарус, встретился с муфтием Дагестана с шейхом Ахмадом Афанди. Стороны говорили о важности предстоящей международной богословской конференции, а также конгресса и форума, которые пройдут с 15 по 16 ноября в столице республики. Мухаммад Абдулла Аль-Айдарус выразил шейху свою искреннюю радость от прибытия в Дагестан. Он рассказал муфтию о том, что ежегодно в период хаджа его мечеть, расположенную в Мекке, посещают сотни дагестанцев. Он также выразил особое желание принять участие в международном форуме, посвященном наследию Саида Афанди Аль-Чиркави. Шейх Ахмад Афанди, в свою очередь, отметил, что дагестанцы любят и уважают арабов. Он поинтересовался положением мусульман в Саудовской Аравии и отметил, что его обрадовала весть о том, что 12-й день месяца Раби-Уля-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение, отмечается в их стране на государственном уровне. Встреча завершилась приятным подарком. Мухаммад Абдулла Аль-Айда Рус вручил шейху Ахмаду Афанди кусок ткани, которой была накрыта священная Кааба в Мекке. В Махачкале состоится форум к 80-летию шейха Саида Афанди. Он состоится 16 ноября в Доме Дружбы. Форум организован по инициативе Дакком Религии и Муфтиата Дагестана. Начало форума в 9 часов. В период работы Международного форума в вестибюле Дома Дружбы будет организована выставка книг, рукописи, фотографий и личных вещей шейха Саида Афанди. К другим новостям. Количество жертв мощного землетрясения на Иран-Иракской границе возросло до 450 человек, пострадавших более 7 тысяч. Есть нехватка еды, одежды и донорской крови. Тысячи людей вынуждены ночевать под открытым небом, так как их дома полностью разрушены. Международные организации и некоторые страны уже направили пострадавшим в результате трагедии гуманитарную помощь. Кроме того, люди в срочном порядке сдают кровь, которая необходима раненым. В Махачкале в школе номер 13 стартовал 26-й муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2018». Конкурс проводится ежегодно с целью выявления лучших педагогов столицы республики. Он позволяет учителям раскрыть весь свой потенциал и заявить о себе как о профессионалах своего дела. На протяжении всей истории человечества профессия учителя играла чуть ли не самую важную роль в воспитании детей и формировании их как личностей. Именно от того, как педагог преподает свой предмет, зависит то, как усвоят его ученики. Ежегодный конкурс «Учитель года» мотивирует преподавателей совершенствовать свою методику обучения. Это говорит о том, что люди готовы соревноваться, люди готовы обменяться опытом, люди готовы совершенствоваться. И в этой связи мы можем говорить о целом росте профессиональной подготовки педагогических кадров. Без таких мероприятий, без определенных состязаний в профессиональном цеху, так скажем, в определенной учительской корпорации мы не можем говорить о совершенствовании и не можем определенные, как говорится, критерии выдвигать и сравнивать ту или иную методику. В этом году в конкурсе принимают участие 33 преподавателя. Они должны будут проявить свои педагогические навыки, выполняя специальные задания. Оцениваться будет их методика ведения предмета, подход к передаче знаний и владения современными педагогическими технологиями. Компетентное жюри отобрало 33 портфолио, достаточно хорошего накопления, содержательного, где учителя являются победителями, призерами различных конкурсов, имеют высокий статус. Среди них есть и очень молодые, имеющие 3 года стажа работы, есть учителя с большим стажем работы, около 30. И они будут соревноваться 4 дня за звание лучшего учителя столицы 2018 года. Для каждого из педагогов этот конкурс словно вызов их профессионализму. Учителя стараются быть более компетентными. Они пытаются внести что-то новое в образовательный процесс, стараясь сделать свою методику оригинальной. Много бессонных ночей, много времени проведенного над работой, над уроком, над своей педагогической презентацией. Я считаю, что проведение таких конкурсов очень важно, так как любой преподаватель после этого конкурса будет чувствовать себя намного выше. Это некий элемент роста для каждого преподавателя. В финал конкурса выйдут 5 претендентов. Победителю представится возможность проявить себя в аналогичном конкурсе уже на республиканском уровне, занявший первое место в котором будет бороться за звание лучшего учителя страны. Абдулла Алиевнур, Магмед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Благотворительный праздничный концерт, посвященный Дню Матери, прошел в Махачкале. Звезды дагестанской эстрады и танцевальные коллективы республики выступили на сцене Лакского театра «Воспевая маму». Подробнее о празднике, который в России официально отметят 26 ноября, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Шары, сладости и билеты в кинотеатр «Россия» получили учащиеся домов, интернатов и коррекционных гимназий. Торжественная дата, которая отмечается во всем мире уже четвертое столетие, для России пока еще молодой праздник. День Матери, Управление образования Махачкалы совместно со спонсорами решили сначала поздравить мальчиков и девочек, которым так необходима родительская любовь. Эти маленькие шары, которые вам у входа вручили, я думаю, вы напишите на них сегодня. «Мама, я люблю тебя» и отдадите своей маме. И она будет очень рада за такое доброту и внимание с вашей стороны. Воспитанники школы-интерната для слабовидящих детей пришли вместе с преподавателем Зазой Гасановой. Некоторым ребятам педагог заменила маму. Со слезами на глазах она пожелала никому никогда не познать, что такое жить без родителей. Как своих детей, родных, любим наших интернатских детей и заботимся о них. Так желаю, чтобы у всех у наших детей были мамы и чтобы они были очень внимательны к своим детям, поддерживали их, направляли и чтобы у детей у нас было будущее. В перерывах между выступлениями звезд дагестанской эстрады, среди которых были Лариса Гаджиева и Диляра Надырова, маленькие зрители декламировали стихи Расула Гамзатова о слове, у которого особая судьба. Тайком вздохну, о чем-нибудь горюй, И скрыв слезу в приятном свете дня, Не беспокойся, говорю я, мама, Все хорошо, родная, у меня. Вручая современный телевизор учащимся коррекционной гимназии номер 4, организаторы мероприятия отметили, что отныне этот праздник станет доброй традицией и в Дагестане. К вам я лично обращаюсь, чтобы вы поставили перед собой цели, чтобы вы достигали их, а мы старшие всегда рядом поможем, поддержим вас. Владимир Васильев возглавил архкомитет по проведению чемпионата Европы по борьбе 2017 года, который пройдет в Каспийске. Решение возложить на Васильева обязанность руководителя архкомитета было принято в понедельник на встрече с Михаилом Мамиашвили. Отметим, чемпионат Европы пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Советский районный суд Махачкалы вынес предупреждение жителям села Макок, задержанным вчера на центральной площади столицы. Следствие вменяло им нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, демонстрации или пикетирования. Штраф по этой статье достигает 300 тысяч рублей. В бюджет Дагестана поступило около 55 миллионов рублей арендных платежей за использование земель. В настоящее время также направлены материалы на взыскание по арендным платежам на сумму 35 миллионов рублей. Дагестанцы смогут написать тест по отечественной истории, проверить свои знания в этот день сможет любой желающий. Акция пройдет 9 декабря, охватив все регионы России и около 40 стран. В течение 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды, вплоть до современных событий. Махачкалинец Мухтар Гамзаев стал обладателем золотой медали чемпионата мира по боевому самбо. Соревнования завершились в минувшие выходные в городе Сочи. По приезде на родину триумфатора встречали его близкие и друзья. В их числе был и мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Соперников из Туниса, Узбекистана и Монголии Мухтар Гамзаев превзошел с явным преимуществом. Золото махачкалинец оспаривал с самбистом из Украины. Уступая со счетом 1-2, наш атлет провел бросок и удержание, и тем самым вырвался вперед на три балла. Первые три схватки, ну, со стороны, наверное, кажется, легко это, но хоть там я так выигрывал, со стороны, может, казалось, легко, там не легко, но в финале, да, в финале дрался с украинцем. Вначале, да, проигрывал 2-0, и потом я не перестал верить в свою победу, и я до конца верил в это. Я только выигрывал туда, приезжал и усердно очень сильно готовился. Победа любой ценой. Именно с этой целью выходил на каждый бой Мухтар Гамзаев. Медаль высшей пробы на чемпионате мира завоевана дагестанским самбистом впервые в карьере. Это победа не только для меня, это для Дагестана, я думаю, многое значит, потому что, ну, сам Мухтар, я не знаю, уже лет 5, наверное, 4-5 лет уже как бы готовился к этим соревнованиям, очень серьезно. Вот, я его, его отца, его семью хочу от души поздравить с этим результатом. Я думаю, он еще многое покажет, потому что таких ребят мало, я думаю, у нас очень серьезный парень, трудолюбивый, трудолюбивый. Он выкладывался в зале на все 100%. Золотую медаль заслужил как никто другой. Секрет успеха очень прост. Это дисциплина, серьезный подход к делу и упорный труд. Гамзаев около 5 лет занимается у Зайнулава и Расула Гасанхановых. Имена этих людей вписаны золотыми буквами в историю дагестанского самбо. У нас в зале, вот, моя группа, особенно, они верующие ребят. Основно я всегда, вот, на собраниях и так далее, потом говорю, когда собираю ребят, чтобы они любили Всевышнего, любили друг друга, взаимоваживание, чтобы на улице женщин не обижал, стариков не обижал, чтобы руку подавали. Вот этим мы призываем. Разделить радость победы с триумфатором на Махачкалинский автовокзал прибыли его родные, друзья и наставники. К поздравлениям присоединились земляки и руководство спортшколы «Спартак», где и тренируется самбист. Гигант просто. Прошелся просто по соперникам. Я очень рад, как директор школы, я очень рад, что у нас такие достойные ребята. Хочу сказать, что Мухтара Гамзаева можно по правду назвать гордостью Дагестана и России. Очень отрадно отметить, что он является выходцем нашего района, Дагестанского района. Мы, правда, переживали, так же, как и тренера здесь говорили, что финальный бой чуть-чуть заставил нас переживать. Но, зная характер нашего Мухтара, мы ни грамм не сомневались, что он выиграет этот бой. После заслуженного отдыха спортсмен начнет подготовку к следующему сезону. Теперь перед чемпионом стоит новая цель – выполнить норматив заслуженного мастера спорта. Для этого бойцу нужно будет выиграть еще один крупный международный турнир. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова